Вот и закончилось одно из самых главных мероприятий Apple в 2021 году, WWDC-2021. И разумеется, по нашей славной традиции, мы подготовили для вас итоги этой яркой и большой презентации. Но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Копипаста, у микрофона Антон, поехали! Началась презентация с пролога разработчиков о WWDC. Вот умеют же они делать красоту, что ни говори. Из забавного видео появился автомобиль DeLorean, и из него вышел Тим Кук. Ну, почти, его копия. Нам показали, как разработчики представляют презентацию Apple. Вышло очень здорово. Затем на сцене появился Тим Кук, и его поприветствовали виртуальные человечки Animoji. Затем слово передали Крейгу, который расскажет нам о новой версии iOS. Встречайте, iOS 15! И начнем с нововведений, которые позволят вам оставаться на связи. FaceTime сделали более естественным и натуральным. Это создает ощущение, что вы сидите с собеседником в одной комнате. Также добавили возможность убрать шумы из видео при помощи искусственного интеллекта. Далее о видео. Появилась возможность открывать видео в режиме сетки, чтобы видеть всех членов разговора. Помимо этого добавили портретный режим FaceTime. Также сделали возможность создать ссылку, чтобы люди присоединялись к FaceTime связи. Они могут использоваться не только на iOS, но и на Android и Windows в браузере. Это круто! SharePlay – это новый набор инструментов для связи в FaceTime. Вы можете слушать музыку вместе, смотреть фильмы вместе и делиться своим экраном в FaceTime. Apple делает все, чтобы люди чувствовали себя рядом, даже находясь далеко. Это классно! Для разработчиков будет доступен SharePlay API, который позволит интегрировать другие сервисы с FaceTime и транслировать их. Ребята, можно будет TikTok смотреть вместе. Ну красота же, да? Ладно, далее речь пошла о приложении сообщения. Теперь появились группы, и в них можно делиться контентом. Тот контент, которым с вами поделились, также можно будет посмотреть в приложениях. Например, с вами поделились музыкой, и в Apple Music будет раздел «С вами поделились». Далее речь пошла об уведомлениях. Их переделали. Уведомления теперь будут собираться в такую вот папочку с уведомлениями, встроенными по приоритету важности. Также, когда вы включаете режим «Не беспокоить», пользователь видит это в приложении «Сообщение». Функция «Сфокусироваться» поможет вам не отвлекаться от важных задач и настроить уведомления под себя. Например, если вы дома, то вы будете получать уведомления только от друзей. Настроили под себя, и это автоматически синхронизируется со всеми Apple устройствами. Далее речь пошла о функции «Live Text». Вы фотографируете, например, доску с текстом, появляется индикатор, затем вы можете копировать и выделять текст. Это работает на системном уровне. Фото из интернета, скриншоты, фото. На всем этом текст будет распознаваться, и не только текст. Также можно будет искать объекты с фотографией. Помимо этого, искать текст с фотографией можно будет в Spotlight, что невероятно удобно. Все благодаря искусственному интеллекту. Далее речь пошла о приложении «Фото». Искусственный интеллект теперь подбирает музыку и делает вот такие вот крутые подборки из фото и видео. Называется это дело «Memory Mixer», и это приятно. Вообще поймал себя на мысли, что пока вся презентация посвящена главному – семье и отношениям с людьми. А вот это круто. Далее нам вернули Крейга, и мы идем дальше. Ведь нововведения не заканчиваются. Приложение «Wallet». Нам напомнили, что умеет приложение. Теперь в «Wallet» можно добавить ключи от вашего дома или корпоративный бейдж, или ключ от гостиницы. И это не все. Теперь можно добавить водительское удостоверение «Wallet», но пока только в США. Будущее наступает стремительно, и это круто. Далее приложение «Погода». Оно получило мощное обновление. Новый дизайн, новая графика для погоды со всей необходимой информацией. Тысячи вариантов фанов подстраиваются под погоду. Также появилась карта с погодой. Идем дальше. Приложение «Карты». Новые карты добавлены для Испании, Португалии и Италии. Увы, Россия и Украина пока... Хм... В пролете. В целом нововведения есть. Ночной режим в картах. Более приятная навигация, но все не для нас. Увы. На экране собраны все нововведения в iOS 15. Как вам это обновление? Пишите в комментариях. А мы идем дальше. Речь зашла о наушниках AirPods. В iOS 15 появились новые фишки для AirPods. Например, людям с нарушением слуха наушники помогут лучше слышать собеседника, при этом отсекая лишний шум. Теперь в iOS 15 Siri будет читать важные уведомления. AirPods Pro и AirPods Max теперь можно искать в приложении Локатор при помощи других устройств Apple. Так что если вы их потеряли, то есть вероятность, что вы их найдете. Затем нам вернули Крейга и речь пошла об iPadOS. Переделали экран домой и добавили виджеты. Теперь вы можете добавить их на свой экран прямо как на смартфоне. Также появился новый размер виджетов специально для iPad. Появилась библиотека приложений, а рабочие столы можно скрывать. Все, что было в iOS 14, доехало до iPadOS 15. Еще одно важное обновление – многозадачность. Теперь можно создать иконку для запуска сразу двух приложений в режиме многозадачности. Внизу будет располагаться панель приложений, куда можно будет свернуть окно и вернуться к нему, когда вам это необходимо. Также добавили новые хаткеи для iPad. В приложении заметки добавили упоминания. Вы можете упомянуть какой-то из контактов в заметке. Также можно добавить хэштеги в заметке. Далее речь пошла о функции Quick Note. Быстрая заметка. Тянем пером от угла и делаем быструю заметку. При помощи iPad теперь можно создавать приложения для iPad и iPhone и сразу с iPad публиковать их в App Store. Разработчики оценят это, но мы идем дальше и поговорим о конфиденциальности. В приложении почта теперь скрывается ваш IP, ваше местоположение и информация о том, прочитали ли вы письмо. В Safari аналогично. Скрывается IP и ваше местоположение. Теперь появился новый раздел, который будет показывать, какие приложения и сайты пытались или отслеживали ваши данные. И что это были за данные? Шаг определенно правильный. Далее речь пошла о Siri. Теперь все записи и ваши разговоры с Siri хранятся только на вашем устройстве и никуда не отправляются. Это позволяет Siri работать быстрее, а вам не переживать о конфиденциальности. Что же дальше? iCloud. Добавлен новый способ восстановления при помощи доверенных лиц, родственников или близких друзей. Теперь можно добавить наследников на случай вашей смерти. Они получат доступ ко всей информации в iCloud. В случае вашей кончины. Также добавлена подписка iCloud+. Этот сервис позволяет защитить все ваши данные в интернете при помощи прокси-серверов. Все данные шифруются, и о них не знает никто. Также в этой подписке будет функция «Скрыть мою почту». Идем дальше. И речь зашла о здоровье. Нам показали видео, в котором рассказали о сотрудничестве Apple с ведущими врачами США. В этом году будут добавлены три новых изменения в приложении «Здоровье». Первое – это подвижность. Ваш айфон будет отслеживать вашу походку и устойчивость при ходьбе. И в случае чего вы получите уведомление о изменении вашей походки. Если ваша устойчивость при походке упала, то вам будут предложены приложения и совет с обращением к врачу. Далее речь пошла об анализах. Теперь вы можете добавить их в приложение «Здоровье». И приложение будет интерпретировать эти данные и выдавать вам советы. Далее – тренды. Приложение «Здоровье» будет отслеживать ваши поведения и привычки. Следить за вами и в случае изменений уведомлять вас. Это очень круто, особенно учитывая, что многие проблемы протягают долго и незаметно для вас. А лечение на ранней стадии, как правило, простое и эффективное. Также вашими данными теперь можно будет поделиться с вашим лечащим врачом. У него будет личный кабинет на сайте, где он сможет посмотреть все ваши параметры. Да уж, для стран СНГ это звучит, как какая-то киберпанк-фэнтезийно-параллельная вселенная. Семья. Теперь ваши данные по здоровью можно расшарить для родственников и следить за ними, получать уведомления о каких-нибудь необычных состояниях. Например, если вы увидите повышение пульса у вашей мамы, то вы можете выслать ей скриншот и поговорить об этом. Далее речь пошла об WatchOS 8. Обновлено приложение «Дыхание». Добавлено приложение «Медитация». Вам предлагается сконцентрироваться на чем-то и отвлечься. Очень нужная вещь. Особенно в нашем быстром и стрессовом мире. Частота дыхания. Еще один показатель, который Apple Watch научились измерять с WatchOS 8. Также добавлены новые тренировки. Тайдзи и Пилатес. Далее о нововведениях. На Apple Watch теперь можно установить портрет, как фон к циферблату. Все нововведения WatchOS вы видите на экране. Далее речь пошла о доме. В Apple TV появился раздел «Для всех». Там будут собраны фильмы, которые подойдут всем членам семьи, учитывая предпочтения каждого. HomePod mini появится на большем количестве рынков. Но России и Украины по-прежнему нет. А значит и Siri у нас тоже нет. Увы, но Siri на телевизоре и умной колонке по-прежнему не понимает русский язык. Но идем дальше. Теперь macOS. Встречайте macOS Monterey. Все, о чем говорили ранее, будет добавлено и в macOS. FaceTime, сообщения, SharePlay и все остальное, о чем говорили ранее. Из нового Universal Control. Кладем iPad рядом с MacBook. Переносим курсор с Mac на iPad и работаем, как будто это одно устройство. Выглядит прикольно и необычно. Также можно перетаскивать файлы с устройства на устройство без проводов. Быстро и просто. Это работает и с другими Mac'ами. Одна мышка и клавиатура, и общее управление всеми вашими устройствами. Далее речь пошла об AirPlay. AirPlay теперь доступен на Mac. Вы можете транслировать экран вашего iPhone или iPad прямо на iMac или MacBook. Далее речь пошла об автоматизации в macOS. Теперь команды доступны и на macOS. Все лучшее с iOS приходит и на Mac. Далее речь пошла о Safari. Дизайн обновили, теперь вы будете более сосредоточенными на браузере. И ничего не будет вас отвлекать. Выглядит очень необычно, ну придется привыкать. Поле поиска теперь встроено прямо в активную вкладку. Появились группы вкладок. Safari теперь обновляется на всех устройствах. Открыли вкладку, она открылась на других ваших гаджетах. И теперь Safari на iPad выглядит так же, как и на Mac. На iPhone приложение Safari тоже обновили. Строка поиска теперь снизу. Свайпами по ней вы переходите по вкладкам. Далее речь пошла об расширениях. Теперь они работают и на iPad и iPhone. Точно так же, как и на Mac. Вот это прям победа. Затем нам вернули Тима. И он поблагодарил нас за просмотр этой презентации. Было прикольно. Много интересного. Ждем бетку iOS 15. Пошел я, наверное, устанавливать. А понравилась ли вам презентация Apple? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Копипаста. У микрофона Антон. До связи!